вот казалось бы все нормально все хорошо обычная остановка никого нет давайте посмотрим поближе а вот и сюрприз а где водитель волосы Вот. Все нормально у вас? Да, нормально. Просьба и пожелания есть? Да есть вопросы, за что вы протокольчик пишете? Вы с какой целью интересуетесь? Гражданский контроль. Гражданский контроль. Ну вот, если вам человек захочет, это сообщение. Если не секрет, за что у вас? Пещеркода не пропустил. А где ваш мопед? В засаде. Я уж не могу на нем ездить. Почему? Вдруг вы остановите. А что, водительского здесь? Гемандир, люди там запаривают, ну честно. Сейчас я дописываю. Сломался мопед, стоит на ремонте. Гражданский контроль. Буквей. Сломался мопед. Сломался мопед. Сломался мопед. Так, ну, где у нас? Вот со стороны машины, смотрю. Вот она наша дорога. А как же ж они выкупают? Сюда немножко выходят из-под машины и смотрят, наблюдают за пешеходным. Ну да, отсюда где-то машину не видно. Чуть-чуть, опа, из-за угла. И сразу вот они, миленькие, родненькие, появились. Они оттуда не видят эту патрульную машину. Ну, пока я их тормошить не буду. Сейчас водителя отпустят. Подойдем, пообщаемся. Эх, сейчас бы кондиционера, да? Жарко, да? А давно стоите? Полчаса, полчаса вы здесь жаритесь. Ничего себе. Блин. Половица, полчаса, 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 безюз much more. людей жалко полчаса потому что не кондиционера ничего не что жара такая все вы освободились могу и обратиться меня дмитрий геннадьев зовут меня зовут виталий владимиров я инспектор дпс водой дпс города армавир расскажите на полицию вы не помните да честно говоря там уж помню но с трудом что вы хотите машинка опять 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 то же самое а что машинку придется убрать почему не придется убрать она стоит без нарушения права дорожного движения но с нарушением регламента нет абсолютно вы хотите сказать что 44 пункт 185 приказа не нарушается нет абсолютно не нарушается давайте откроем регламент почитаем его ну давайте второе обзаска что не только первым и второе взросло что у вас 186 нет приказа нет он для служебного пользования гражданских лиц просто немножко подробнее в девяносто восьмом пункте без или девяносто седьмом что-то забыл уже в четвертой части у нас вечно вопросы возникают непонятно если вы читаете что наши действия не законно вы все знаете что можно сделать что вас интересует заново британс 44 пункт дорога его открываем при осуществлении контроля за дорожным движением с применением технических средств фиксации нарушения право дорожного движения могут использоваться естественно искусственного прикин если в липусе ограничение видимости участка дорожного движения специальной светографической схемы стационарный устройств для подачи специально звуковых и световых сигналов патру на автомобиле дальше 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 до конца до конца особенно последние два слова в чем заключается пользование открытых в чем ключ отделение иных способов не допускается отделение открытых ключ в том что не допускается вас вообще не видно отсюда у нас видно прекрасно у вас вообще ничего не не видно ни голографику ничего не видно абсолютно все видно данный пункт данного приказа не нарушается если вы считаете что наши действия незаконны незаконны вы имеете право обратиться жалобы моему руководству я понимаю конечно все прекрасно но дело в том что мы в тупик уперлись нет это вы уперли в тупик вы уже просто не знаете до чего нам придраться понимаете я просто знаю вас вашу политику по отношению к нам ну просто вы уже не знаете к чему придраться да я вроде не никогда вас не наказывал ни одного наказания не могу еще попробуйте меня наказать да но вы говорите наказывайте нам у вас нету тех полномочий чтобы меня наказать почему потому что не ну я смогу жала весы у вас еще есть какие-либо вопросы просто намного выявлять нарушителей которые не ну как мы просто в тупик просто отвлекайте от работы я понимаю я вас не буду вас какие-либо еще есть претензии пожелания я думаю что через минутку я уже не буду вас отвлекать единственное знаете что мы наткнулись на тупик вы можете вызвать вышестоящие начальство ваша леком взвода или ответственно или кто-нибудь чтобы я с ним разъяснил этот вопрос просто ну потому что мы с вами его разъяснить не может а для чего у нас конфликтная ситуация так будете машинку убирать или как не а не будете но я же требую чтобы убрали а вы не хотела мотазу вас можно нельзя 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 так же ж быть то будем не хотите вызывать никого да для чего но у нас конфликтной ситуации как нету никакой но мы же у нас разногласия с вами это же вопросы как-то надо решить а как как нужно решать не надо ответственно вызывать если у нас разногласия если у нас конфликтную второе разногласия между нами 326 73 это телефон дежурной части роты дпс я хотел бы вас попросить я еще раз я не буду никого вызывать я не буду никого вызывать для чего но для чего вот скажите мне пожалуйста чтобы разъяснить разрешить этот вопрос какой вопрос то что убрать отсюда патруль на автомобиле я говорю еще раз не будет он отсюда убран мы сейчас работаем по непредоставлению при мне но я от вас требую я считаю что вы нарушаете закон вы вы считаете что вы его не нарушаете если считаете пожалуйста улица советская в городе на кубанске есть прокуратуры подойдите туда напишите заявление мои данные у вас есть не но я же не хочу осложнять я же думаю что вы так исправитесь было бы гораздо проще она абсолютно исправлена эта ситуация то вы ее накаляет абсолютно вы начинаете наговаривать на нас если патруль на автомобиль стоит с нарушением поверьте меня накажут сейчас извините здравствуйте а я хочу поблагодарить за встречу с мэром я проверил работает юридический отдел скажу бота же пожалуйста а что у вас случилось я пропустил пасекуды просто я вам сейчас покажу а вы хотите чтоб я защитил вас предоставил нам вашу защиту это бесплатно ничего такого нет мы можем доказательства посмотреть вопросов нет я покажу это водителя а мне вы отказываете вам отказываю хорошо вас вы знакомы с гражданским процессуальным кодексом не мешайте мне работать встаньте меня я хотел вам объяснить сейчас задерживайте своими действия задерживайте водителя то есть вы не отказываете защита машине сидит до ну поберегите детей вы просто отвлекаете меня от работы хорошо отказывайте пожалуйста даже не хотел послушать какую ему хотел статью сказать ну ради бога что я могу сделать я же не могу кидаться полицейских чтобы что-то доказать придется эту процедуру немножко затянуть сделать вариантов других нет и Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok Подождите, не убирайте, не убирайте Я еще не дочитал Дайте дочитать Да я должность, я только фамилию успел прочитать А мне должности и ни до какого действительного Не прочитал Оно вам не надо до какого действительно 23, 39, 73 Представьтесь, пожалуйста Вакулинг Александр Ильич. Должность ваша? Инспектор ДПС. Рота? Армавир Рота, да? Так точно, да. Рота ДПС, город Армавир. 23 39 56. Ну все, раз конфликтная ситуация не разрешилась, до свидания. Что вы делаете? Ну я, ну хочет человек стоять, пусть стоит. Не, серьезно, серьезно, надо помочь? Ну я не нарушил, вы видели? Или я нарушил? Я, честно говоря, не смотрел. Я ответственного жду, их начальство пока сюда приедет. А, вас тоже это самое? Нет, я мимо шел, сделал замечание. Ну не хотят убирать и все отсюда, спрятались. А, вот они? Ну да. Эх, пытаются сюда выгнать, а никак, ни в какую, отказываются и все. Как это выгнать? Ну как, вот так выгнать, а как это по-другому назвать, я не знаю. У них путевки, наверное, нету здесь стоять. По-любому. Ну, проверьте. Человек отказывается протокол написать. А чем постановление протокол написать? Да, потом будет разбор, у вас будет возможность потом обжаловать. И время подготовиться к обжалованию. Вот так, как обжаловый человек имеет право. На разборе будет вас рассматривать. Я здесь не знаю. Я работаю. Ага. За пешехода или за что? Ну, за что здесь все? Внезапно выскакиваешь, что тут топ машина, да? Не видно ее тут. А нельзя так. Вот я вам говорю, они меня не хотят даже и слышать. Кого не видно? Пешеходов не жаловут? У вас не видно. У нас видно при глазах. Ну что, вы дозвонили? Да, вы сказали, ждите, приедут сейчас. Ждать, да, все-таки? Будем ждать. Приедут или нет, еще не факт. Было бы хорошо, если приехали. Ну, если нет, то 100% было бы хорошо. Если нет, то все будет намного сложнее, если не приедут. Все нормально. Подождите. Слушай, а не доставьте себе. Ну, кто трассу, правильно? Да, да, да. А вы всегда постановление пишите, кто отказывается, да? Вы же не имеете права? Не имею. Имеете право при отказе с нарушением подписать постановление? Да. Так это что, получается, вы не даете ему права на отвод, что ли? Почему? Чтобы его другое лицо рассмотрело это дело? Ну, опять же, об этом праве я принимаю решение. Не всегда. Если водитель отказывается, вы не имеете права принимать решение. Вы мне нарушение хотели? У него есть права, и он ими может пользоваться. Он вас дает отвод, понимаете? Вот у вас на обратной стороне протокола это написано. Где документы? Там знаешь, как получится. Если ты сейчас в отказ пойдешь, то тебе переведут на рассмотрение, на разбор. Тебе назначат дать дату рассмотрения. Нет, вы глубоко ошибаетесь. Вы не заблудили ждать человека. Вы неграмотно говорите. Вы не по кодексу говорите. Вы сейчас протоколы? Еще раз говорю, вы глубоко ошибаетесь. Почему? Ну, потому что. Откройте кодекс, почитайте. Вы сейчас постановление все-таки пишите, да? Ну, все, что можно сделать, написать, с нарушением не согласен. И все. Больше тут ничего не сделаешь. А что изменится? Вот напишет человек. У меня есть видеофиксация. И у меня есть видеофиксация. Что вы сейчас делаете? Вы сейчас протокол не пишите, вы сейчас постановление пишите. А этого вам делать запрещено. Вы согласны? Что спорить? А толк есть спорить? Вообще трудно добиться. Можно, но трудно. Ну, смотри, дело такое. Лично, да? Ну, как скажешь, если, если там, хотел бы, чтобы я тебя защитил, то я ни денег, ничего не хочу, я просто, гражданская позиция у меня такая. То можно было бы как-то защищаться. А если... Да нет, у меня нет времени. Дело такое. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Вы ответственны? Я вызывал ответственного. Да, ответственного. Что? Вот, дело замечания, не реагируют. Не хотят убирать. Вот остановка. Ничего вообще не видно из-за остановки. Вообще. Машины выезжают, они ее вообще не ведут. Они выскакивают буквально сразу из-за этого, из-за перехода. И тут как тут, вот сразу и машина появляется. А что инспектора с вами пояснили вам на ваше предложение? Ну, мы прочитали 44-й пункт, 2-й абзац, прочитали внимательно. Я вам разъяснял 2-й абзац. Ну, если хотите, вместе посмотрим этот пункт, туда решим. Да нет, не знаю. Потом я вам объяснил, этот, 97-й или 98-й, я забыл, какой из них четвертая часть. Там то же самое, говорится, только немножко уже, там, более разъяснительное про патрульный автомобиль. Ну, 1806-м приказ. Что его вообще нельзя прятать в зоне видимости. Ну, я вам говорю, надо что-то делать, как-то решить эту ситуацию конфликтную. Но они отказываются решать, поэтому мне пришлось вас вызвать, чтобы мы с вами разрешили эту ситуацию. Ну, вам, я что хочу узнать, вам они как-то в грубой форме отвечали, не в грубой. Как они уважительно с вами говорили? Давайте я вам лучшее видео завтра понесу. Вы посмотрите, какой у нас был разговор. А сейчас нет возможности показать? Просто мне какие-то меры надо будет сейчас принимать или не так? Да сейчас я хотел бы, чтобы эту машину убрали, хотя бы так. Ну, не вопрос. В принципе, у меня жалоб к ним нет. Ну, может быть, у нас был не очень хороший разговор, но насчет этого у меня жалоб нет. У меня главное, чтобы автомобиль убрали. Ну, это вообще как бы не проблема, убрать, убрать. Просто если вы хотите какие-то, чтобы официальные были действия в отношении с сотрудником, может быть, я вот в этом... Нет, ну, в принципе, как мы... ...служебную проверку. Мы, в принципе, не ругались. В принципе, понимаете, это не вопрос, да. Вы сделали замечание, как человек именно посторонний, который видит какое-то явное, да, что-то там какая-то помеха состоится, либо же какие-то неправильные моменты в работе. Это тоже мы видим, мы на это обращаем внимание. Поэтому я и спрашиваю, если вы хотите официальное какого-то именно уведомление, то есть официальное указание, не вопрос, это не проблема. По этим, по отношениям, в принципе, у нас напряженных не было. У нас нормально мы разговаривали, просто отказ и все. Я вам делаю, надо вот так, я вам объясняю, вот так и так, так. Мы это вместе посмотрели, все, я вам показал, и все равно отказ. Я говорю, ну как же ж, мы ж только что сейчас почитали, все это посмотрели. Вот нет и все, я говорю, не буду убирать и все, вот только вот так. А так, в принципе, мы не ругались, не спорили, не, ну, как сказать, если очень грубо сказать, не грызлись, ну, если грубейше сказать. Нормально, просто отказ и все, отказ и все. А так, в принципе, нормально. А чем мотивировали свой отказ? Не тыкали друг друга, ничего. А чем мотивировали отказ? Ну, они считают, что они ничего не нарушают. Ну, мы вроде вот вместе читали, все, каждую буковку смотрели, все. И все равно, я не знаю, может быть, не дошло, может быть, последние два слова не дошли все-таки до него. Не знаю, но все равно отказывают. Я, говорят, ничего не нарушаю, да и все, я вот должен тут дежурить, следить за дорогой и все, патрулировать. А и все, я считаю, что я ничего не нарушаю. Ну, в общем, вот так, и не больше, не меньше. Конфликтная ситуация не в том, что этическая какая-то, а именно по ситуации. То есть мы столкнулись, мое требование столкнулись, натолкнулось на отказ. В этом конфликтная ситуация заключается. Я вас услышал. В отношениях все вроде нормально, никаких серьезных там таких неприятностей в отношениях. Хорошо, спасибо. Все было нормально. Исправите, да, ситуацию? Спасибо большое. Ну, в общем, командование обещало исправить ситуацию. Как правило, всегда она так и получается. Что, есть? Что, есть? Что? Что, есть? Я уверена. Что? Что вы? Что, есть? Ну, не вижу смысла дальше снимать, это будет, наверное, долго. В общем, я подожду, пока не уеду, а то так будем долго смотреть. Субтитры сделал DimaTorzok